МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эрудит пятерка". Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша новогодняя игра выходит вот-вот-вот-вот-вот, наступит, пробьет куранты, плеснет шампанское, запахнет салатом Оревье, и мы встретим вещи 18-й. Ну, это будет буквально послезавтра. Сегодня у нас новогодняя игра. Игра совершенно необычная. Мы перемешали взрослых и детей, старшеклассников и младшеклассников, новичков и профессионалов. И вот самое главное, капитаны у нас, однофамильцы, даже не однофамильцы, а родственники. Слева от меня в красном, красная команда, Галина Майорова, дворец творчества детей и молодежи. Мама! АПЛОДИСМЕНТЫ С другой стороны от меня в синем. Анастасия Майорова, дворец творчества, 19-я школа, дочь. Вот такие две серьезные дамы рулят сегодня нашими командами. Такая майорская у нас игра со звездами везде, где только можно. Итак, новогодняя игра. Ну, вы все знаете, все знаете, что уже прожужжали все уши, что петух красный уходит, желтая собака приходит. Расслабьтесь, расслабьтесь. Не дай бог, не дай бог вам в новогоднюю ночь объедет петуха. Петух еще будет клеваться аж до Дня Святого Валентина. Так что будьте внимательны к петуху. Итак, поэтому первая игра у нас про петуха-блеф игра. Галина Владимировна, кто готов у вас кукарекнуть? У нас готов кукарекнуть Захар. Захар, наш новичок, кстати. Поприветствуйте его. АПЛОДИСМЕНТЫ Настя, кто у вас не пропускает ни одной жемчужины в налозной куче? А у нас это Вика. Вика, итак, Захар против Вики, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем. Всего-навсего нужно нажать кнопку и сказать «да» или «нет». Итак, внимание, блеф-игра про петуха. Верите ли вы, что красный петух в русском языке означает «пожар»? Вика? Да. Да. Подпустить красного петуха значит «поджечь» – это правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Верите ли вы, что есть такая присказка «лучшая уха из петуха»? Прошу? Нет. А на самом деле, ребят, поверьте старому кулинару, «лучшая уха» делается на курином бульоне, и поэтому «лучшая уха из петуха»! Запомните это! АПЛОДИСМЕНТЫ Верите ли вы, что «ночная нечисть» может гулять по земле до третьих петухов? БИК! Фальстарт у Вики, и Захар спокойно реализует свое преимущество. Да. Да, конечно! До третьих петухов! С 6 утра кричат наши соседские петухи, и вся нечисть выметается с нашей земли туда, куда ей положено выметаться. Играем. Верите ли вы, что в мультфильме про бременских музыкантов петух – это гитарист? БИК! Да. Верите или не верите? Да. Ну что вы, ребята, он там ударник, он там лобает на барабанах. Ну что вы, играем дальше. Верите ли вы, что японские петухи, есть такая легенда, выманили из темной пещеры богиню Луны Аматерасы? Фальстарт у вас, Захар, теперь Вика может забить? Нет. А почему? А, боится, да? Дело в том, что богиня Аматерасы есть такая, и петухи ее выманивали. Но она не богиня Луны, она богиня Солнца. Солнце, наша Вика, правильный ответ, да. Итак, после блеф-игры 10-5 так обменялись легкими поздравлениями нашей команды. Вика, улыбнитесь. Вика, ну это новогодняя игра, только что вы дали два блестящих, правильных ответа, вывели свою команду вперед. Нужно улыбаться. Улыбайтесь, господа. Мы приступаем к дуэль-игре. Поехали, вперед! Итак, дуэль-игра. Ну, дуэль-играна совершенно новогодняя. Ну, первый бой кукареку. Второй бой, ну, без чего Новый год, как интернет без котиков. Ёлка, естественно. Дальше подарки под ёлкой. А четвертый бой стол под куранты. Разнообразные блюда новогодние. И, ну, раз собака все-таки обещала прийти с милицией, тема ргав. Итак, у вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себе готов. Взять, поехали! Ох, как быстро все решили. Первый бой кукареку. Галина, кто кукарекнет? Кукарекнет у нас Даник. О, Даниил у нас известный любитель этих замечательных птичек в разных видах. В жареном, в вареном и так далее. Настя, у вас? А у нас с первыми петухами пойдет кукарекать Юля. Хорошо. Даник против Юли. Вперед! Сразу первый вопрос к Юле. Юля, вы новичок у нас? Да. Вы в первый раз на кнопке? Да. Боитесь? Нет. Браво! Даниил, дайте мне слово не обижать эту замечательную девушку. Даю слово. Хорошо. За язык никто не тянул. Поехали. Итак, кукареку. Чаще всего имя петушка в сказках звучит именно так. Даниил, держит слово. Да. Петя. Петя петушок, конечно. Плюс 5. Так называется один из видов леденца. Золотой петушок. Золотой петушок на палочке. Да, принимается. Отлично. Сказку о золотом петушке сочинил Пушкин. А вот на музыку ее положил этот композитор. Но, Даниил. Прошу. Римский Корсаков. Что вы говорите? Римский Корсаков. Вы правы. Название этого напитка переводится как петушиный хвост. Опа. А никто не нажал. И я рассказываю, что это коктейл. Вот вы смешиваете коктейли, а на самом деле вы делаете петушиные хвосты. Ну, петух счастлив. Играем. И заканчиваем. У этих героев гражданской войны условными сигналами были крик петуха и кукование кукушки. Ку-ку, ку-кри-ку. Что же за герои такие? Да. Василий Иванович и Петька. Василий Иванович и Петька, а Анка им так еще ку-ку, ку-ку, а не ку-кри-ку. Так, Юля, может вы знаете такие? Нет. Нет. А это были неуловимые мстители, культовые герои 60-х и 70-х. И счет у нас 15-15. Счет равный. Играем. Второй бой у нас про елку. Елочка, зажгись. Грина Дерна, кто у нас под елочку-то? Как зайчишка серенький под елочкой скакал. Ну, попробует поскакать под елочкой у нас Захар. Захар. Это второй его и последний выход. Настя, у вас там? У вас Виктория. Виктория. Порою Вик, сердитый Вик трустою пробегал. Захар против Виктории, вперед! Виктория! Виктория! Поехали. В начале 20-го века, в начале 20-го века елку ставили вовсе не на Новый год, а на этот праздник. Вика, ну не нервничайте. Фальстарт, у вас за этим очень строго следит наш электронный Дед Мороз. Захар. На Рождество. На Рождество, браво! Сейчас придется петь. Готовьтесь. В 1903 году в рождественском выпуске журнала «Малютка» было опубликовано это стихотворение Раисы Адамны Кудашевой. Спойте сначала. Да, Вика? «Маленькой елочке холодной зимой». «Маленькой елочке холодной зимой, не хочу я такую песню вас принимать». Захар? «В лесу родилась елочка». «А петь кто будет?» «Не буду петь». «Как не будешь?» «Не, давай вместе». «В лесу родилась елочка». «Лапочка!» «В лесу родилась елочка». Прекрасно. Играем. 80% искусственных елок о грустном. Говорим, 80% искусственных елок производится в этой стране. Да, Захар? Россия. Россия. Зачем России столько елок? У нее тайга стоит. Вика? Допустим, это Китай. Конечно! Браво! Вместо этих фруктов на елке появились стеклянные шары. Фальстар, Захар, Вика. Так. Были сначала фрукты, потом шарики появились. Яблоки. Да, конечно! Браво! Эта елка выступает даже на новогодних праздниках, на корпоративах. Что она делает? Вика. Поет. Да, певица елка есть такая. И после елки, после елки, счет 21. в 9.50 в перенесении. Играем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, подарки. Пришла пора подарков. Ну, не в руки, а вот виртуально поговорим о подарках. Галина, кто согласен дарить, принимать и все остальное? Дарить, принимать и все остальное у нас согласна Яна. Яна. Прекрасно. А у нас в подарке под елку будет сложить Михаил. Михаил. Яна Проймышей, вперед! я на говорят вы впервые у нас да это так страшно не очень не очень хорошо миш вы по уже у нас блистали ну было дело хорошо хорошо поехали подарки герои этой комедии эльдара резанова подарили друг другу французские духи и электро бритву розы комедия такая новогодняя у эльдара резанова не ра вы видите что не боитесь еще не будете жать зал ируне судьбы или с легким парам у-у-у-у продолжаем в австрии на новый год дарят клевер друг другу а какой клевер миша четырехлистный да на счастье конечно шведы шведы традиционно дарят друг другу а новый год их причем самодельные ведь свет свет от них символизирует дружбу радушие веселье и счастье что же такое дарит световое да михаил фонарики фонарики нет самодельный фонарик ой не рекомендую вам изготовить я что осталось такое светящие самодельные ну может быть это будет свечи свечи конечно трудно с подарками то на острове гренландия в моде самодельные опять-таки подарки но в виде медведей и моржей из него из этого материала очень долго в гренландии может храниться это лед это лед конечно отлично в исландии в исландии малыш может под новый год получить сырую картофелину за такое поведение за плохое за плохое вот плохо себя вел на те сырую картофельную хорошо ел на те вареную спасибо яна я вас хочу обрадовать вы свою команду своими блестящими ответами хотя немножко не смелыми в начале выявили таки вперед 40 35 красные впереди игра четвертый бой у нас стол под куранты разнообразные блюда разнообразные вещи про накрытые под ногу целый галина кто пойду я ну понятно хозяйка настя пробовать оливье пойдет лена хорошо и так галина против лены вперед галина а какое ваше коронное блюдо на новый год можно вслух говорить можно действие прилично оливье да даже коронное оливье да понятно то есть рябчики куропатки нет это не про нас не про вас да то есть именно рябчики своя кабуль горошек зеленый и так далее и так далее и так далее отлично леночка а вот что у вас едят дома на новый год вообще едят тоже что еще понятно ананасы рябчики спаржа ну не совсем какие-то определенные традиционные блюда какие традиционные лечка подсказывает холодец нет нет хорошо вот давай медного исключения холодец нет оливье да да шампанское елка да нет елку не едят лена хорошо спасибо милая хорошо и так стол под куранты русские игристые вина использовали в россии как альтернативу ему шампанскому конечно и гристое пенится и шуми за что еще нужно русскому человеку шим букет нужен шум пенилась и шумела а попьем водочку играет ананасы и эта птица считались приметой буржуйской жизни куропатки и рябчики да ешь ананасы рябчиков жуй день твой последний приходит но не буржуй старый год поехали заливная она из новогоднего фильма стала символом неумелой хозяйки заливная рыба какая гадость какая гадость это ваша заливная рыба да бессмертная фраза юрия яковлева это рыба в теплой одежде на столе традиция советских времен фальстар галина владимировна лена добивайте селедка под шубой прекрасно и последний вопрос на нашем новогоднем столе имя этого французского ресторатора носит знаменитый новогодний салат галина оливье оливье конечно же поставили бы точку и 55 45 опытная хозяйка галина повела свою команду вперед чуть-чуть обойдя ну не совсем опытную хозяйку леночку но у нее все еще впереди лично я и завидую не столько всего впереди еще в жизни и дать внимание следующая игра поехали и так последняя тема дуэль игры у нас та собачья темы рыгав но и как в том старом при старом анекдоте за собаку просили полаять она сказала ла и ла и кто будет делать лай лай в команде красных лай лай у нас сделает лена леночка хорошо а у вас я хорошо лена против насти вперед прекрасно прекрасно лена у вас нет собаки случайно нет нет а у вас насти нет а кошка есть большая ну стандартная трехкомнатная понятно хорошо играем ну извиняйте кошки есть говорим про собак у этого героя бесконечной истории была собака бесконечная докучная сказка у у папа была собака он ее любил она съела кусок мяса он ее убил в землю закопала надпись написал про то что у папа была собака история бесконечная да дети вот я же говорю как много у вас непознанного еще жизни как я вам завидую играем название этой собачьей породы просто собака в переводе настя док док ес эта профессия спасателя совпадает с русским названием нефаун ленда для водолаз водолаз конечно тебя большая черная собака хорошо именно от такой жизни собака бывает кусачей лена от собачьей только от жизни собачьи а вот когда есть будка и миска ошейник и в желудке сосиска все хорошо играем так говорят о человеке который достиг совершенства в какой-то области вот при нажимании кнопки как лена собаку съел съел собаку да это правильный ответ и команда красных более старанием лены шакутов выходит вперед лена заведите себе хотя бы кошку тогда вы будете нежнее относиться к своим соперникам 70 50 красный и играем тест игра все-таки собаку мы вспомним еще разочек три варианта один из них правильный но уже за 10 очков галина кто у вас собачку поведет гулять собачку поведу гулять я хорошо это ваш последний выход настя кого отправляете вы на прогулочку михаил и так галина против михаила вперед и так внимание собака она еще скоро придет и так наука собаках называется а собаковедение б псионика c кинология михаил кинология брониша от канис собака конечно же латынь собаки работающие в алипийской спасательной службе происходит из монастыря святого а триера б ротфейлера c бернара миха бернара святой бернар сан бернар браво михаил хозяин собаку из дому не выгонит это характеристика а плохой погоды б стоимости собаки c доброты хозяина и снова миша плохой погоды да в такую погоду и хозяин собаку из дому не выгонит да галина просто не успевает за скоростным реактивным михаилом просто как это самое как наш стадлер за российским сапсаном играем уинстон черчилль говорил что собака смотрит на нас а сверху вниз бы снизу вверх и c как на равного как на равного на равна галина вам остается завести все-таки своей кошки еще и собаку я вам потом скажу правильный ответ михаил снизу вверх черчилль говорил кошка смотрит на нас сверху вниз свинья но это черчилль смотрит нас как на равного а вот собака снизу вверх и это правильный ответ да михаил галина а ваша кошка смотрит на вас сверху внизу ли как на равную а как на равную скорее всего вы на нее снизу вверх борзая а борзая кошка когда-то собака галя это кошка как собака кошка как собака собака вам не нужно играем все greyhound не только собака в америке так называют а налоговых полицейских б международные автобусы и ц дорожно патрульную службу миша дорожно патрульную службу то есть полицейских называют собаками миша вам лучше в америку не ездить галина у вас есть вариант предположу что это налоговые инспектора то есть у вас они уже я чувствую в жизни эти суровые мужчины с добрыми чуть усталыми глазами уже зацепили да нет ребятушки greyhound это борзая собака как ваша кошка галина вот это скоростные международные автобусы никому и михаил михаил вы взяли реванш за то свое блистание в осенней серии 85-70 миша канавальчик из 56 гимназии вы и свою команду вперед поехали играем итак слайд игра ну вот серия слайдов у нас будет такая половина на половину половина у нас будет знаменитые люди рожденные в год петуха там будет человеческие лица и вот вторая половина это будут известные собаки из литературы из кино откуда угодно понятно да и начинаем мы с выигрывающей команды а выигрывает нас благодаря усилием миши как раз команда синих команда нашего деда мороза настенька кто у вас соображает в картиночках без подсказки без буковок буковок не будет у нас лена лена леночка хорошо галина у вас и у нас лена и у вас лена против лены вперед ну я вас могу сразу всю полностью интригу разрушить или на шоку то и лена куриленко играет в одной и той же замечательной команды тигр в линейку эта команда чемпион беларуси младших школьников по всему почему только можно абсолютный чемпион и прекрасно они играют вместе прекрасно выживаются даже вот и сейчас друг другу подадут ручки но вперед и и облабызаются давай теперь о ленке вперед а вот несмотря на противостояния в нашей игре они друзья по команде играем и так знаменитые петухи леночка начинаем с вас итак лент пожалуйста это знаменитый петух ну по погоду рождения простите ну режиссер ну михалков михалков конечно успела 15 очков лен никита михалков да сергей михалков это дядя степа и гимн советского союза серебряная леночка кто это шарик мои он помойки подобрали а он нам фигвамы рисует хорошо плюс 15 лена золотая женщина родившиеся в год петуха правившая знаете вы ее екатерина великая блестящий ответ абсолютно точно это именно екатерина великая кто это собака баскервилли да логично тут написано собака баскервилли лена играем с вами дальше тоже в год петуха радио юрий никулин юрий никулин блестящие лена скубиду скубиду конечно вот такой культовый сериал про странную очень собаку хорошо аршавин браво лена это российский такой известный футболист прошу раз два лена может быть этому но му нет ребятушки ну это собачка явно работает цирке до цирка ее звали не скажу как а в цирке звали тетка а до цирка как его такого каштанового цвета собачка могли звать как хором девоньки вы девоньки хорошо каштанка хорошо лена ваш шанс стас михайлов да ну и лена серебро белка стрелка а где белка кто знает я знаю вот она кстати беленькая это белка не очень беленькая это стрелка браво великолепно отыграли наши девушки сто шестьдесят сто тридцать синие впереди последние риск игра вперед ну что ж дорогие мои я так догадываюсь что галина владимировна галина майорова сходивши дважды решила не делать капитанскую игру галя кто рискнет выиграть у нас данил пускай рискнет настя а кто у вас есть нет я но вперед парочка и так риск игра новый год без всяких там наших заморочек совпадением тем это поехали именно в этом месяце следующего года наступит лунный год собаки данил феврале феврале я же сказал что через день после дня святого летнего 16 февраля и счет стал 150 160 светящейся гирляндой из электрических лампочек впервые была украшена елка у этого американского дома в 1895 году какой дом американский настя белый дом белый дом а вы правы вообще эту моду завели американские президенты ну и лампочки то собственно в америке появились вот они новомодными лампочками и окружили все елки вокруг белого дома 150 180 лидер синие этот персонаж в печати впервые упоминается в 1840 году как персонажик сказки дедушки иринея который придумал адоевский что же за персонаж такой русский кстати подумаем черт знает сколько лет а оказывается его адоевский придумал это ну дед мороз на самом деле и продолжаем этот советский товарищ разрешил в 1935 году новый год и елка даниил товарищ сталин товарищ сталин вы правы дорогой 170 170 180 решающий вопрос экстрасенсы уверяют такие сны случаются именно 31 декабря какие сны даниил сны вещи вещи сны да конечно это вещи сон даниил в нашей игре как всегда побеждает то счастье которое игра дарит 90 процентов наших играющих это школьники и поэтому дорогие мои в новом году смотрим пятерку а получаем десятки с новым годом играем и